Спортивные игры, они в той или иной форме сопровождают человека на протяжении всей его истории. И во всех уголках мира. И получается, наша Родина тоже не была исключением. И также на Руси играли в игры. И одна из таких особенных игр, в которых сейчас мы как раз планируем попробовать поиграть, называется Кила. Это контактная силовая игра, командная. Играется набивным кожаным мячом. И мяч изготавливался именно по образцу средневековых новгородских мячей. Вот он мяч. Все как бы по размерам. Он упругий довольно. Набивали его обычно мехом, мхом могли, соломой. Вот вес мяча, допустим, этого полтора килограмма. Но я так же перед отъездом шил его и точно не взвесил. Ну, примерно полтора мне всегда выходит. В чем особенность игры? Килу можно смело назвать двоюродным предком таких игр, как регби и футбол. Поначалу это было по праздникам. Какой-то даже какой-то религиозный характер был. А уже позже, допустим, ближе к нашему времени, с помощью командных игр типа Килы, решались даже споры между селами. Например, хотели поспорить о рыболовном месте. Например, кто будет рыбачить на этом месте. Мужики собирались стенка на стенку. Ну, там, конечно, они там и мутузили друг друга. Там правила не такие, как... А сейчас, в наше время, уже адаптировали, чтобы было более гуманно. Две команды, да? Да иди сюда, Лёха. Задача команды – занести мяч в черту, в зону противника, как в лапте. Там есть помеченная зона, линия. Она называется город. Нужно забежать или залететь за... Мяч не должен касаться земли. Должен забежать полностью, всеми частями тела занести, и тогда будет взятие города, называется. Игра ведется в двух зонах, то есть земля и воздух. В воздухе можно все, что угодно, ну, нести в руках. Но когда мяч уронили, или упал на землю, вы его не можете играть, можете играть только ногами, как в футболе. И поднять его можно только своему, вот так вот, своему напарнику. Но за счет зоны только, когда мяч в лутах. Да, за счет только, когда в руках. Разрешается борьба, захваты, толчки. Но есть, конечно, много запретов, чтобы снизить травматизм и все прочее. То есть, амплитудные броски, раз, удары. Толкать можно, да, только открытой ладонью. Толкать спину запрещено, потому что тоже опасно. Либо спину, ну, то есть полуоборота тоже, выше плеч не работаем. То есть, потому что руки все время соскальзывают, и сейчас правила такие, что идет удушение. Удушающие. Ну, и все в пределах, как бы, моральных норм. Все, мяч в вас. С линии города разыгрывается ногой по свистку. Все, все, брать нельзя, брать нельзя. Все, играй, играй, играй. Только без мата. Ногами, ногами. Не видишь, это, брать нельзя. Готовы? Готовы? Играем, играем Вы можете валить друг к другу Хватать можно человека Эта игра тренирует все-таки мужской Она мужская исключительно Потому что все-таки вы видели И то ребята многие не играли И многие приемы не использовали Более силовые Спортом надо заниматься В любом случае И даже вот ребята Когда мы первый раз здесь проводили Спросили, ну как вам понравилось Говорят, да, это самое крутое На фестивале вообще было